Ну что ж, начнем заниматься разработкой нашей игры Забавы Код Диджи. И, как я обещала во второй части, мы подготовим все необходимые спрайты, звуки и переменные. Ну и, конечно же, первоначально мы создадим новый проект. Уверена, что ты помнишь, чтобы создать новый проект на сайте Scratch, нам необходимо нажать на ссылку кнопку Создавай. Ну а если ты работаешь в офлайн редакторе, то у тебя уже среда разработки открыта. Если открылась панель помощи, мы ее просто закрываем и начинаем создавать наш проект. Конечно же, мы будем подглядывать. Вот у меня в первой вкладочке проект образец, во второй вкладке наш проект. И сразу я вижу, вот у нас код, он такой маленький. Давай так его и сделаем маленьким. Поставим в уголочек и сделаем его меньше. Вот так поменьше. Дальше нам нужны кнопки. Мы сейчас их начнем рисовать. Рисовать мы их будем с помощью векторного редактора. Нажимаем на кнопку Нарисовать новый спрайт. Выбираем сразу кнопку Конвертировать в векторную графику. Так нам будет удобнее. И что мы делаем? Конечно же, мы просто рисуем прямоугольники. Причем прямоугольники нам нужно нарисовать с заливкой, закрашенной, разного цвета. И какие тебе нравятся кнопки, такие и рисуй. Ну вот, допустим, так. И сразу для того, чтобы все было красиво и аккуратно, я сделаю так, чтобы середина, центр спрайта был по центру прямоугольника. Вот таким образом. Потом мы, соответственно, кнопку поставим в нужное место. Если мы посмотрим на наши кнопки, то здесь еще есть дополнительная такая часть в виде тени. Как она сделана? Она сделана очень просто. Мы выбираем этот прямоугольник, дублируем его вот так. И теперь тот, который будет нижним, этот у нас верхний, мы вот так вот их размещаем. Мы сейчас сделаем ему заливку серого цвета. Выбираем заливку. И вот можно выбрать вот такой вариант, например. В зависимости от того, куда мы поставим. Вот, например, так. Вот у нас получается тень. Для того, чтобы было более аккуратно, вот еще покажу. В зависимости от того, куда мы ставим мышку, вот меняется немножко место, где заливка осуществляется. Вот мне больше хочется сделать вот примерно так, чтобы была такая плавная тень. Вот сейчас мы объединим их рядышком. И вот небольшая тень такая есть. Может быть, надо было взять цвет потемнее. Но я думаю, что ты подберешь тот, который тебе больше понравится. Еще раз возвращаем в центр спрайта. И последнее, что нам необходимо сделать, это надпись на кнопке. Чтобы сделать надпись, у нас есть инструмент текст. И мы пишем, напишем сначала трек один. Я пишу по-английски. Сейчас объясню, почему. Потому что я хочу использовать другой шрифт. К сожалению, по-русски мы можем писать только шрифтом гельветика. И то с помощью специального проекта, который позволяет сконвертировать нам русские буквы в тот формат, который поддерживает Scratch. Я дам ссылку на этот проект и ссылку на урок, где я объясняю, как делать такую надпись на русском языке. У нас должен быть цвет. У меня оказался серый-белый. Поэтому я текст выделяю. Выбираю белый цвет. Ты можешь выбрать любой другой. Еще раз повторю. И, как я уже сказала, мы возьмем и выберем другой шрифт. Я, откровенно говоря, как-то не помню даже какой. Вот здесь разные шрифты есть. Но сейчас вот он. Он называется Gloria. Такой красивый. Мне он понравился. Ты можешь выбрать какой-нибудь другой, который тебе больше нравится. Допустим, вот такой. Вот давай для разнообразия выберем такой. И если у нас текст стал не очень ровным, мы тоже его вот так вот аккуратненько размещаем. Итак, у нас первая кнопка готова. И мы сразу сделаем надпись для этой кнопки. Тоже напишем трек 1. Точнее, название нашего спрайта введем. Для того, чтобы не перепутать. Потому что, когда написано спрайт 1, спрайт 2 и так далее, это не совсем удобно. Дальше. Что делать и как делать остальные кнопки? Конечно же, мы будем их делать на основе этой, чтобы заново ничего не рисовать. Мы нажимаем правую кнопочку мыши на спрайте и выбираем дублировать. Вот таким образом. И теперь нам просто нужно подредактировать эту кнопку. Переходим во вкладку костюмы. Выбираем заливку. И просто я закрашиваю эту кнопку другим цветом. Вот можно сделать еще и вот с такими вот градиентными вещами. Ну, либо я выберу пока такую сплошную для этих кнопок. Я решила сделать сплошные заливки. И делаем следующую кнопку. Тоже можно использовать. Вот автоматически, смотри, написано трек 1, трек 2 уже переименовался спрайт. И еще для дублирования есть кнопка вот этого дублировать. Мы на нее нажимаем и вот так выделяем спрайт. И вот уже их два, только нужно снести. Что еще я забыла сделать? Конечно же, раз у нас трек 2, значит в надписи тоже должна быть цифра 2. Вот так. И это будет у нас трек 3. Соответственно, здесь я ставлю цифру 3. И выбираю другую заливку. Например, возьму такую. Итак, первые три кнопки для проигрывания треков у нас готовы. Я вижу, что они великоваты. Ты можешь сделать такие, какие тебе нравятся. Но мне кажется, что нужно сделать поменьше. Не беда. Мы можем сделать это вот таким вот образом. Вот сейчас они стали чуть-чуть поменьше. Мне это больше нравится. И, наконец, нам нужно сделать две кнопки, вот эти вспомогательные. Как мы будем делать? Конечно же, точно так же. Мы продублируем любым удобным способом кнопку. И заменим надпись. На одной из них будет All Round, написано на другой Random. All Round означает, что мы проигрываем по кругу все аудиозаписи. Ну и здесь, кстати говоря, я могу взять и сделать шрифт для разнообразия. Так, не выделялось. Вот этот Gloria. Так интереснее. Немножко я поторопилась. Получилось так, что я не глядя продублировала, но отредактировала не тот спрайт. Когда мы проектируем, это не страшно. Размеры у них одинаковые, поэтому я их переразмещу и не забуду переименовать. Здесь у меня будет имя All Round. А здесь будет Track 3. Что еще? Там они покрашены немножко по-другому, тоже с градиентом. И я надеюсь, ты догадываешься. Вот этот самый градиент. Ну и цвет. Там фиолетовый, ну и я сделаю фиолетовый. Вот так. И последняя у нас кнопка. Random. Сейчас сделаю random. Вот она. Сразу назову ее правильно. Random. Поставлю на место. И здесь напишу. Random. То есть в случайном порядке проигрывать. Размещу текст. И сделаю заливку другого цвета. Например, здесь, я думаю, подойдет синий. Главное попасть. И тоже эти две кнопки. Там они немного меньше, чтобы отличались. Вот примерно так. Разместили. Итак, мы сделали шесть спрайтов, заготовили. И еще говорили о том, что нам нужно заготовить переменные. Пока мы не знаем, зачем нам нужна вторая переменная, которая называется номер трека. Ну, мы просто их создадим, чтобы потом к этому не возвращаться. Для того, чтобы это сделать, выбираем раздел данные. Создать переменную. И первая у нас переменная будет иметь имя громкость. Для того, чтобы регулировать громкость мы могли. А вторая переменная будет задавать номер трека. Так и напишем. Номер трека. И мы видим, что эти переменные появились вот здесь. Мне это не надо. Я хочу, чтобы громкость регулировалась вот тут. А вот эта переменная не должна отображаться. Чтобы этого не было, мы просто убираем флажок вот здесь. И мы видим, что внешняя громкость здесь вот так выглядит. С таким регулятором, ползунком. А здесь его нет. Для того, чтобы это появилось, мы просто двойным щелчком кликаем по этому объекту. Приводим его в нужный вид. Ну и сразу можно поставить 50. Хотя мы это будем задавать программно. Кроме спрайтов и переменных, в нашем проекте используется звук. И звуки мы будем использовать из библиотеки. И сейчас мы эти звуки загрузим. Сразу скажу, что со звуками в Scratch все очень интересно. Потому что есть специальная библиотека. Но надо помнить о том, что звуки соотносятся с конкретными спрайтами. Поэтому если мы будем нажимать на кнопку Track 1 и хотеть, чтобы этот звук проигрался, то этот звук должен быть прикреплен к этой кнопке. А не, например, к коту. Иногда некоторые делают ошибку и не туда загружают звуки. Чтобы появились у нас звуки, у нас есть вкладка звуки. И, как правило, есть по умолчанию какой-то звук. Можешь его послушать, когда создашь свои спрайты. А мы будем, как я уже сказала, использовать библиотеку звуков. И у нас есть специальная кнопка выбрать звук из библиотеки. Очень похожая на кнопку выбрать спрайт из библиотеки. Либо выбрать фон из библиотеки. И из библиотеки будем выбирать. Но прежде чем мы перейдем в библиотеку, я подсмотрю, какие у меня здесь звуки, для того, чтобы все было одинаково. Ты еще раз повторю, можешь выбрать любой другой звук. Итак, здесь у нас Dance Around для первого трека. И я буду выбирать Dance Around. По алфавиту. CD. Вот Dance. Dance, Dance, Dance. Вот Dance Around. Звуки можно здесь слушать. Я не буду это сейчас делать. Просто выбираем, нажимаем ОК. А вот этот звук нам не нужен, поэтому мы его просто удалим, чтобы он не занимал много места. Дальше. Для второго трека в моем примере используется вот этот Ксило-2. Выберу его. Ксилофон. Вот он. И тоже лишний удалю. И для третьего трека вот такой вот интересный. Даже не знаю, как прочитать. Он на букву N. Смотрим по алфавиту. Вот по алфавиту это название. Там, по-моему, у меня с цифрой какой? С цифрой 1, да. То есть первый. ОК. И этот лишний тоже удалим. И вот у этих спрайтов звуки нам не нужны. Мы их просто тоже удалим, чтобы они не мешали. И еще нам необходимо для нашего кота записать те реплики, которые он должен произносить. Если у тебя в компьютер и подключен микрофон, ты можешь след за мной это сделать. Если не подключен, не огорчайся. На самом деле в проекте все предусмотрено. Ведь код говорит двумя способами. Он выводит сообщение. То есть он говорит «Привет, я крутой диджи». Выбирай трек и слушай музыку. И одновременно звучит то, что я записала в микрофон. Еще раз повторю, если микрофона нет, то можно обойтись и без звука. Когда будет микрофон, ты сможешь записать необходимый звук. Я же просто покажу, как это делается. Звук мяу нам тоже не нужен. А записывать мы будем каждый звук, каждую фразу отдельно. Итак, сейчас я буду записывать фразу «Привет». Нажимаем на микрофон. И чтобы началась запись, пока здесь ничего нет, нам нужно нажать на вот эту круглую кнопку. Итак, я нажимаю и произношу слово «Привет», а потом нажму на «Стоп». Первый раз, когда мы это делаем, у нас появляется окно Adobe Flash Player, в котором нужно нажать на кнопку «Разрешить», для того, чтобы браузер мог использовать этот плеер. «Привет». Вот я произнесла, сейчас попробую послушать, что получилось. Получилось слишком тихо, потому что микрофон у меня на такой слабой громкости. И получилось с такой большой-большой паузой, чтобы этого всего не было, подредактируем немножко. Вот эту часть я выделяю и удаляю. И вот эту часть я тоже выделяю и удаляю. И для того, чтобы звук был погромче, я все выделяю и делаю эффект громче. Вот так, сейчас послушаю еще раз. Вот, уже получше. Для следующей записи я нажму на микрофон, я сделаю громкость микрофона повыше, для того, чтобы лучше было слышно. Дальше он говорит, следующую фразу я подсмотрю в скрипт. «Я крутой диджей». «Я крутой диджей». Вот, сейчас получилось получше, но тоже тут вначале я лишнее все поудаляю. И в конце тоже. Это те места, где звука нет. Более подробно я объясняю, что это как-то называется в уроке по работе со звуком Scratch. Ссылка, на которую я постараюсь разместить под этим видео. И последняя фраза, которую говорит кот «Выбирай трек и слушай музыку». Нажимаем микрофон. «Выбирай трек и слушай музыку». Все, вот я записала и тоже могу лишнее подправить, удалить. Единственное, что здесь не очень удобно и хорошо, но когда у нас записей немного, то, в общем, это не страшно. Но, обратите внимание, у кота звуки имеют соответствующие имена, для того, чтобы не запутаться в коде. Когда у нас много очень звуков, запись 1, запись 2, запись 3, ни о чем не говорит. Поэтому мы напишем имена наших звуков. Первое это будет «Привет». Дальше второе, он представляется говорить, что он диджей. И в третьем он говорит «Инструкцию». Я так и напишу «Инструкция». Хотя в примере здесь написано «трек». Нажми на трек. Ну и, по-моему, здесь по громкости нормально. Я вижу по внешнему виду вот этой вот фигуры. Она называется «Осциллограмма». Сейчас еще включу, проверю. Да, нормально слышно. То есть я громкость микрофона отрегулировала хорошо. Итак, у нас все готово. Нам нужно наш проект «Сохранить». Выбираем. Если ты зарегистрирован на сайте, файл здесь будет «Сохранить сейчас». Я сейчас на сайт не входила под своим аккаунтом. Поэтому я просто скачаю этот файл на свой компьютер. Чтобы это было удобнее, я напишу сразу имя проекта. Вот DJ. Что-то не получилось. Так, вот так. И выберу «Скачать на свой компьютер». Я сохраняю на рабочий стол в папку «Мультфильмы». И имя файла уже введено. Нажимаю «Сохранить». Сейчас я покажу. Вот. Рабочий стол выбран. Рабочий стол. У меня есть папка «Мультфильмы». И я папку «Сохраняю». Если ты не пользуешься папками, то просто на рабочем столе сохраняешь. «Сохранить». Все. Наш проект сохранен. Итак, мы сделали подготовительные все операции. И в следующей части урока мы начнем писать скрипты. Я тебе предлагаю сделать все то же самое, а потом уже переходить к следующей части урока, естественно. Желаю успехов. Желаю успехов.